МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шалом, дорогие друзья! И вначале, прежде чем мы будем говорить о нашей теме, хотелось бы раскрыть некоторые термины, потому что это очень важно, важно для нашего дальнейшего диалога. Вы знаете, со времен Вавионского пленения сложилось так, что люди порой говорят на одном языке, но не понимают друг друга. Мы говорим что-то, но кто-то понимает так, кто-то понимает по-другому, и нам нужно договориться, нам нужно сказать, озвучить термины, на которых мы будем говорить. Итак, смотрите, война. Что же такое война? Это конфликт между какими-то политическими образованиями, государственными племенами, политическими группировками, которые выражаются в форме военных действий, между их вооруженными силами, силовыми структурами или специальными какими-то вооруженными объединениями. Она может быть активной, и также она может быть так называемая холодная война, которая может, она может быть скрыта, она выражается в борьбе каких-то спецслужб, партизанских отрядов и тому подобное. Это очень важный термин для нас, который поможет нам раскрыть заявленную тему. Наша заявленная тема — антисемитизм и ассимиляция. Две тактики одной стратегии. Итак, Откровение, 12 глава, 7 стиха. «И произошла на небе война. Михаил и Ангелов воевали против дракона, и дракон и Ангелов воевали против них, но не устояли. Не нашлось у них для них места на небе. И неизвержен был великий дракон древней земли, называемый Диаловым и Сатаною, обольщающий всю Вселенную, неизверженной землю, и Ангелову неизверженной с ним». Эта война невидима для наших физических глаз. Она произошла в прошлом и продолжается сегодня в наши дни. Но эта духовная война, она затрагивает каждого из нас, потому что главный приз в этой войне нашей души, нашей жизни. И поле боя, самое главное поле — это наш разум. И враг пытается сделать все возможное, чтобы победить. Бога Аврама, Исхака и Якова много имен. И одно из этих имен — Адонай Циваот, Бог воинств. Одно из них, и оно используется в Писании более 235 раз. Вы понимаете, очень интересный момент. Более 235 раз используется имя, что Бог является главным военачальником, главным полководцем. И любящий отец, он сражается за своих детей. Он совершает то, что сегодня многие иудаисты называют тикунолам — восстановление мира. Итак, что же такое? У каждого полководца есть определенные инструменты. Да, это войска, да, это какие-то ресурсы, да, это заводы, которые происходят в вооружении. Но есть нечто тоже невидимое, но то, что движет целыми армиями. И это стратегия. Что же такое стратегия? Это общий, не имеющий, не такой нескрупулезный план, который охватывает длительный период времени, способ достижения сложной цели, позднее вообще какой-то либо деятельности человека. Задачей стратегии является эффективное использование наличных ресурсов для достижения основной цели. И есть составная стратегия, это тактика. И тактика является инструментом реализации стратегии и подчинена основной цели стратегии. Стратегия достигает основной цели через решение промежуточных тактических задач по оси. Ресурсы — цель. Тактика нужна, чтобы выиграть битву. Стратегия нужна для того, чтобы выиграть войну. Итак, мы можем посмотреть, какая же воля Божья. Давайте прежде чем мы пойдем дальше, мы посмотрим, какая воля Божья, какая основная цель у Бога. И мы понимаем, что основная цель Бога — это вернуть человека к себе, падшее человечество вернуть в свой небесный дом. Итак, Иоанна 6, глава 40 стих. «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную». То есть Бог хочет дать нам жизнь вечную. Он хочет вернуть людей, вернуть тех, кто был изгнан из Эдема, потому что нарушили Божий завет, тех, кто попали в это проклятие смерти, к себе, чтобы иметь вместе с ними жизнь и иметь с ними общение. Бог создал человека для этого. И такая же, то есть это стратегия, основная цель. Бог хочет дать нам жизнь, и Он использует для этого много тактических таких ресурсов. Итак, мы смотрим через все Писание Божий план искупления мира. Изначально мы понимаем, что то, что Адам и Ева были изгнаны из Эдема, это уже была милость Бога, потому что иначе они должны были бы погибнуть. Но Бог дает им возможность, Он обещает им семя, семя, которое родится от жены, которое искупит вот это проклятие, которое даст победу, даст свободу. И потом мы видим дальше развитие человечества, мы видим, что человечество все равно погрязло в грехе, оно погрязло в разврате, оно погрязло вообще в страшных вещах. И Бог берет и сохраняет человечество в лице одного Ноаха. Один Ноах, он сохраняет вот это все человечество. И мы смотрим дальше. И потом он призывает Авраама. Он призывает Авраама и заключает с ним завет. Он заключает с ним завет и обещает, что от него произведет великий народ, в котором благословляются все племена земные. И мы смотрим дальше. То есть Бог созидает народ. Он не просто он создает, он проводит через его испытания, через трудности. Он смотрит, как этот народ формируется. Он формирует его в египетском рабстве. Потом происходит великий исход. И потом мы видим Тору, мы видим Шавот, мы видим Гору Синай, мы видим, как Бог сходит на вершину, как люди начинают видеть невозможное. И мы видим эту заповедь, и вот эта кульминация, вот этих 10 заповедей, как сегодня говорят. Хотя мы понимаем, что процесс дарования Торы, он имел длинный период, еще с момента Песоха, и потом еще уже завершение мы видим во Второзаконии. Но мы видим вот этот процесс, вот эта тактика. Бог дает свое слово, Он ограничивает людям определенные стандарты, Он дает стандарты, чтобы люди не шли, не были влекомы своей плотью, похотью. Потому что Писание говорит, что грех он только познается через заповеди. Бог говорит, вот это грех, а вот это не грех. Он говорит, вот это жертва, а вот это не жертва. Если ты поступил так, нужно сделать так, для того, чтобы созидать Божий народ. Итак, и мы видим дальше, мы видим, на протяжении тысячи лет, мы видим неровный духовный путь Израиля. И мы видим, что Израиль, он был как бы не был ровный путь, идеальный, или путь к верху. Мы видим, что он мог быть так близко к Богу, и он мог быть так далеко от Него. Но самое главное, что Бог никогда не оставлял свой народ. И вот Он говорит через пророков, Он являет эту милость, Он являет свое слово, что придет время, и родится Машия, родится тот, кто возьмет грех мира на себя, родится тот, кого Он уже приготовил до создания человека, тот самого себя. И мы смотрим, дальше происходит великое. Мы видим эту тайну, когда Бог воплотился на земле, когда Он явил Себя в этом младенце. Мы видим, как Он растет, как Он идет дальше, Ешуа собирает вокруг себя учеников, Он проповедует. И мы видим, как происходит вот этот момент, когда Его казнят. Мы видим пронзенные ладони, мы видим крест, мы видим, как Его поднимают, и мы понимаем, что это исполнение того Божьего обетования. Исайя, 53 глава, 4 стиха. «Но Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он поражаем и наказуем, и уничижен Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Он взял на себя наши немощи, Он понес наши болезни, Он был поражаем, грех мира был на Нем, и мы смотрели на Него, как на не имеющего вид. Но Он воскрес. Он воскрес, и этим самым была разрушена вот эта власть смерти. И это было начало Божьего этапа, стратегии, новая тактика. «Ибо так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Потому что, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него». Обратите внимание, что ученики Ешоа, апостолы, которые были, как мы говорим, шлыхим Ешоа, талмидим Ешоа, которые были евреями, они были этническими евреями, они были частью того народа, той тактики, которую избрал Бог. Так как в древности Израиль должен был свидетельствовать своим существованием, поведением, о существовании великого Бога, так и сегодня еврейские апостолы пошли в народы, они пошли в мир для того, чтобы проповедовать Слово Божье. Смотрите, 1 Тимофея, 3 глава, 16 стих. «И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, обрадал себя в духе, показал себя ангелов, проповедовал народом, в народах, принят верою в мире, вознесся в славе». Это великая, действительно, это тактика, Божья тактика. Бог явил себя в этом мире, чтобы спасти этот мир, чтобы приобрести его себе с собственной ценой. Итак, родилась церковь из других народов. И сегодня Израиль продолжает играть важную роль в завершении Божьего плана спасения. Еще не завершилось все, еще не закончилось, но уже это время приближается, и мы понимаем, что Израиль, как народ, имеет важное, важное значение в Божьем плане спасения. И Рэбе Шауль, которого мы привычно называем апостол Павел в греческой интерпретации, говорит так. «Итак, спрашиваю вас, неужели Бог отверг народ свой?» Он задает этот вопрос римской церкви, церкви, которая находилась в Риме, в которой были язычники, которые почему-то решили, что теперь они стали на место Израиля, и теперь они те избранные. И вы знаете, то же самое касается и других народов. Москва не Третий Рим, Москва не Шестой, Византия не Иерусалим. Вы понимаете, вы понимаете, что у Бога есть план, есть тактика, есть стратегия, и Израиль в этой тактике занимает важную и центральную роль. Даже сегодня. Итак, посмотрим на определенности, что же, какое основное предназначение Израиля. Мы откроем ту же бытие, Детие 12 глава с 1 стиха. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я окажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя я прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Это очень интересный стих, это очень важный стих, потому что призвание Израиля быть благословенным, быть народом, который принесет благословение в другие народы. Вы понимаете? И это индикатор, это индикатор вообще Божьей реальности здесь на земле, это совесть, индикатор церкви. Смотрите, что говорит Бог об Израиле. Исход 19-й глава с 5-го стиха. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов». То есть, есть определенные условия, но он говорит, будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы, то есть Израиль, будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Вы будете народом священником, народом, который будет представлять Бога на земле, народом, в чье видение я вложу понимание, знание, мудрость, богоискание, вот это все знание, чтобы передать другим людям. Эту близость, которую я имел с вами, я хочу, чтобы вы передали другим. Вы те, кто будет приводить народы ко мне. И это основное предназначение Израиля, быть священником для всех народов. Но для этого существует определенное требование. Потому что мы всегда почему-то принимаем избрание как какую-то привилегию. Ну, я избран, поэтому мне можно сделать все. Я у власти, поэтому закон мне не писан. Наоборот, Бог ставит, и мы уже читали, что если вы будете слушаться согласно моего и соблюдать завет мой. Есть определенные условия. И одно из условий согласит так, второзаконие 10 глава с 12 стиха. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь твой? Только того, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа Бога твоего и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. И дальше, Господа Бога твоего бойся и Ему одному служи, и к Нему прилепись и Его именем клянись. Он хвала твоя, и Он Бог твой, который сделал с тобой те великие и страшные дела, которые видели глаза твои. Вот что говорит Бог Израилю. Ты не любимчик, который ходит и делает, что хочет. Ты не любимчик только потому, что Я избрал тебя. Ты любимчик, когда ты исполняешь то, что Я тебе заповедую, когда ты отвечаешь всем своим сердцем. И мы помним, что одно из самых основных и важных первая заповедь, она гласит так, это Исход 20 глава. Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицем моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что ни на небе вверху, что ни на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящие меня и творящие милость до тысячи родов, любящие меня и соблюдающие заповеди мои. Это очень важная заповедь. Бог говорит Израилю, ты должен быть вот таким и таким и таким. То есть это условие. Ты никаких богов других, никаких поклонений иным богам, никаких двойных игр. Поэтому, помните, Ешуа говорил, нельзя служить двум господам, потому что ты одного будешь служить, а второго будешь пренебрегать. Нельзя служить Богу и мамоне. Поэтому призвание Израиля быть служителем Бога и этим самым приводить другие народы к Нему. И Бог предупреждает, есть предупреждение. Он говорит в Таразаконе 11 глава с 16 стиха «Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились, и не стали служить иным богам, и не поклонились им». Это очень важный сейчас стих. Почему? Потому что в дальнейшем мы увидим, как дьявол использует вот эту практику, чтобы разрушить дело Божье. «И тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит он небо, и не будет дождя, и земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам». Будет земля добрая, а вы погибнете. Почему? Потому что ваше сердце будет обольщено, вы уклонитесь от Божьих путей и станете служить другим богам. Вот это предупреждение. Итак, мы смотрим дальше. «Трезвитесь» Это 1 Петра 5 глава 8 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник или сатана, ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Очень интересный стих. «Многие поражения происходят из-за того, что мы недооцениваем своего противника и легкомысленно относимся к опасности, которая исходит с его стороны». Вы понимаете, духовная шапка закидательства, оно приводит к потере головы. Не только шапки, но и головы. Я помню вот эти старые песни, я помню вот это настроение конца 90-х, когда были популярны вот такие песни, что «Вешайся дьявол», «Вешайся горбатый», «Мы тебя ногою топ», «Ты убежишь от нас», «Прячься», «Идут цветы», «Мы сильные», «Потому что мы победили» и «Все в таком роде». Но, знаете, к сожалению, я увидел другую сторону вот такой бравады. Я увидел, что многие люди, которые вели себя подобным образом, сегодня уже далеко не в церкви. И их вера уже перестала быть верой. Многие разочаровались, попав именно под атаку того, с кого они смеялись. И Маяковелли говорил так, «Ничто не делает полководца более великим, как проникновение в замыслы врага». И Суворов, один из величайших полководцев нашего времени, он оставил завет, он оставил такое постановление своим будущим офицерам. Он сказал, «Никогда не пренебрегайте вашим противникам, не изучайте его войска, его способы действия, изучайте его сильные и слабые стороны». Еще раз, «Никогда не пренебрегайте своим противникам». Никогда. Я не говорю вам, что мы должны уважать или почитать дьявола. Нет. Но мы должны знать, мы должны знать, кто он, мы должны понимать, что он может сделать, мы должны понимать, как он действует, мы должны изучить его сильные, слабые стороны, чтобы стать сильнее. Я не говорю, что мы должны копаться в этом постоянно. То есть, знаете, есть вторая противоположность, когда люди начинают этим заниматься, они начинают бояться своего ворога. «Да, он все равно сильный, ничего вам не делать». Послушайте, нет. Знание своего противника, его слабых и сильных сторон поможет вам сегодня в вашей духовной жизни. Вы увидите, что многие проблемы в вашей жизни только потому, чтобы приближительно относиться к простым вещам. Так же самое, как вы не чистите зубы, и у вас проблема потом с зубами. Ну, это же не виноват кто-то, это виноват и вы, потому что вы знаете, что так правильно делать, но не делаете так. И поэтому происходит вот эта проблема. И мы смотрим дальше. Знаете, есть выражение такое, что если ты предупрежден, значит, ты вооружен. Это хорошо для нас сегодня верующих. Библия говорит нам, Писание, Священное Писание, Тора, Танах, Она говорит нам об этом. Она просто пестрит вот такими четкими заявлениями. Смотри, вот это не надо, вот это правильно. Вот здесь будь внимателен. Смотрите, 1 Иоанна 3 глава, первый стих. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Называться и быть. Не просто называться. Знаете, это как полицейский со значком. игрушечным. Но если значок настоящий, у него есть власть. И то же самое мы верующие. Порой мы ходим с Библией, и она просто у нас для декора. Мы не читаем ее, мы не изучаем, мы не молимся, мы не постимся, мы не ищем лица Господня, и мы удивляемся, почему у нас проблема. Мы говорим, Господь, мы же твой ребенок. Ты сказал, будете иметь жизнь, будете иметь с избытком, а у меня-то, простите, в холодильнике мышь повесилась, кушать нечего. А Писание говорит, ленивец, встань и иди работай. Хочешь кушать, работай. Понимаете? Хочешь иметь долгую жизнь, хорошую жизнь, уважай маму и папу. Это тоже правильно, это нормальная, хорошая заповедь. Смотрите, дальше, Иоанна, опять же, первая глава, 12 стих. А тем, которые приняли его, то есть, Ешуа, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Власть. Власть – это сила и законное право ее использовать. Вы понимаете? И мы можем, мы имеем власть. Он говорит, даю вам власть наступать на змеи и скорпиона на всю силу вражью. У нас есть силы разрушать вражеские твердыни, разрушать ложь врага. И мы должны понимать, что у нас есть эта сила, чтобы противостать врагу. То есть, Писание говорит, что противостаньте, дьявол убежит от вас. И вы победили его кровью Агнца и словом свидетельства. Вы понимаете? У нас есть сила ко спасению. У нас есть власть. У нас есть много чего интересного. Но давайте мы все-таки вернемся к нашей теме и мы посмотрим дальше. То есть, есть Бог и мы увидели тактику Бога. Мы увидели Бога, который предупреждает свой народ. Мы видим Бога, который снаряжает свой народ. Мы видим Бога, который предупреждает свой народ. И мы видим дьявола. И дьявол, он тактик. Он не творец. Вы понимаете? Многие приписывают дьяволу какие-то вещи, такие сверхъестественные. Вот, знаете, фильмы. Он раз переместился во времени, в пространстве. Не бывает такого. Не бывает. Но он хороший тактик. Он хороший психолог. Он хорошо знает человеческую натуру. И поэтому его оружие, это наши низменные стороны, это то, что вызывает проблемы в нашей жизни. Смотрите, это плоть, через которую он действует в нашей жизни. Это разум, в который он внедряет свои идеи, которыми мы разрушаем эту жизнь и помогаем ему. Смотрите, тактика сатаны. Галатам 5 глава 19 и 21 стих. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, то есть нарушение супружеской верности, это разрушение семьи. Буд, это разрушение себя, простите меня. Ну, я не говорю, что... Но вы понимаете, да, что Буд, это неправильно. То есть, есть Божий институт семьи. Нечистота, непотребство, то есть, вещи, которые делать не надо, непотребно. Обижать кого-то, воровать непотребно. Идолослужение, когда мы поклоняемся другим богам, мы поклоняемся самим себе, мы поклоняемся философии, науке, мы поклоняемся спортивным каким-то игрокам, мы поклоняемся президенту, это идолопоклонство. Волшебство, ну, тут я не комментирую, вражда, ссоры, зависть. Ну, скажите, что мы никогда не завидуем. Гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Вот это его тактика. Это его тактика, чтобы люди были прелюбодеицами, будниками, нечистыми, неподребными, идолослужителями, волшебниками, враждовали постоянно, ссорились, завидовали, гневались, между ними были распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависти, убийства, чтобы они пили и не думали, что вообще происходит в мире. Это его тактика. А знаете почему? И в книге, в Евангелии от Иоанна мы читаем в 8 главе 44 стих. Потому что он был, то есть сатана, был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Как говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Сатана не творец. Я еще раз скажу это. Дьявол не творец. Он творение. Он не вездесущ и не всесилен, как Бог. Как и мы люди, того, кого назвали отец лжи, то есть сатана, он находится в четких временных границах. Сейчас. Он не может вернуться в прошлое и отменить эту казнь. Он не может вернуться в прошлое и не разрешить Ешоу зайти на крест. Потому что если он стремился к этому всеми силами, но когда это произошло, он понял, что он проиграл. А когда Ешоу воскрес, я думаю, что я не знаю, что он делал там у себя. Потому что это разрушило все его представление. Это разрушило все его желания и какие-то амбициозные планы. Что уничтожив Божьего посадника, он победит Бога. Но он проиграл. Он не зря назван отец лжи. Зная доскональную природу человека, он как тонкий стратег умеет играть на низменных инстинктах человека, манипулируя сознанием и направляет человека туда, куда ему нужно. Помните песня из кинофильма про деревянного мальчугана Буратино, когда Лиса Алиса и Кот Базилио они пели вот такой гимн, скажем, гимн, наверное, бесов всего, духовный гимн всех бесов поднебесной. Что они пели, да, на дурака не нужен нож, его не нужно пугать, ему немножечко наврешь и делай с ним что хочешь. Жадному тоже не надо насилия, ты просто что, дай ему немного денег и он будет делать для тебя все, что ты хочешь. И на глупого не надо ножа, не надо его пугать, ты его просто что, спой ему какую-нибудь прекрасную песенку, расскажи, какой он хороший человек, какой он умный, и все, и делай с ним что хочешь. И вот так же дьявол, это его тактика, чтобы привести к тому, о чем мы уже читали, прелюбодеяние, бутни, чистота, непотребство, у него есть тактика, стратегия у него одна, уничтожить человечество, цель у него одна, уничтожить человечество, стратегия у него убить Бога, хотя он уже проиграл эту битву, но, знаете, я повторюсь, тактика, она нужна, чтобы выиграть отдельную битву, а стратегия, чтобы выиграть всю войну. Итак, мы рассмотрим, вот канун уже закончился праздник Пурим, и скоро у нас Песах, и мы рассмотрим две стратегии, которые используют враг рода людского по отношению к церкви и Израилю, и не только к церкви, к другим народам, которые не являются, скажем, церковными, но их цель одна, не дать исполнению Божьему замыску, цели, стратегии, то есть не дать Израилю войти в совершенную волю Божью и принести этим самым проклятие всему остальному человечеству. Мы начнем с антисемитизма или юдафобия. Антисемитизм это вообще такой термин, знаете, благородный термин. Его придумали в конце 19 века, чтобы придать своей ненависти более такой научный подход. Но в действительности за этим термином стоит обыкновенная юдафобия, ненависть к евреям. Итак, это ненависть к евреям, как к народу или к самому понятию евреей. Антисемитизм может нести активную или пассивную форму. То есть он может быть выражаться, как мы говорили в начале войны, она может вести открытые, активные боевые действия, и она может проходить где-нибудь там, где мы не видим, на уровне, скажем, борьбы двух спецслужб. Но от этого всего зависит определенная победа. Итак, смотрите, мы можем разделить антисемитизм на несколько таких, ну это опять же условные категории, потому что каждый, я встречал много таких людей, много трудов, где описывалось такой антисемитизм, такой антисемитизм, но это всего лишь проявление его в определенных сферах. Например, государственный, как политическая идеология, и в основном он основан, базируется где-то на экономических каких-то претензиях. Ну, например, давайте вспомним антисемитизм царской России или антисемитизм нацистской Германии, когда евреев обвиняли во всевозможных кознях, что они богатые, что они хотят погубить весь мир и лишить, скажем, жизни, экономику, и все в таком, и сегодня тоже, кстати, об этом говорят, вспомним вышки 5G и все остальное, ну ладно, остановимся на этом. Бытовой, и он самый распространенный, знаете, это на кухнях, это анекдоты, это пренебрежительное отношение к своему соседу, к своему, не знаю, родственнику или вообще просто к евреям, как к народу, знаете, как говорил Бодров в фильме «Брат», да, не люблю я их просто, вот не люблю я их и все, ну не нравятся они мне, вот плохо я к ним отношусь, не знаю почему, но вот ненавижу я их, понимаете. Есть религиозный антисемитизм, и это, я хочу сразу вам сказать, христианство не является религией антисемитизма, христиане болеют антисемитизмом, христиане становятся антисемитами, но само христианство, как вера, как религия, не может быть антисемитистской априори. А вот ислам, да, в исламе есть определенные в Коране высказывания, напрямую направленные убивать евреев. И сегодня, я думаю, вы услышите это, у нас будет прекрасный учитель, мусульманин, бывший мусульманин, сегодня пастор христианской церкви. И существует научный атеизм. И я считаю, что это, наверное, один из самых безобразных форм проявления антисемитизма, когда люди с научной точки зрения пытаются объяснить свою ненависть к еврейскому народу. Ну, вспомним нацистскую Германию, опять же, это, помните, арийское христианство, что недочеловеки, что и тому подобное. И сегодня, к сожалению, мы встречаем похожие вещи, которые, например, в научные выкладки. Вот, посмотрите, процент евреев в экономике, процент евреев в музыке. И на самом деле, я вот так, не то, что не только я один, наверное, рассуждал, в основе антисемитизма лежит страх. Страх и ненависть. Откроем книгу Эстер, Свиток Эстер, Есфир, 3 глава, с 8 стиха. «И сказал Аман царю Артаксерксу, есть один народ, разбросанный среди и рассеянный между народами по всем областям царства твоего, и законы их отличны от законов всех народов, и законов царя не выполняют, и царю не следует оставлять это так». Отметьте очень важный момент. Есть один народ, Аман даже не называет этот народ. Он просто представляет царю образ чего-то страшного. Есть народ, который не входит в твои каноны, в твои представления, понимание этого мира. Есть народ, который является антагонистом для тебя. Есть народ, который является прямым вызовом твоей власти. Есть народ, который кидает вызов устоявшимся уже привычным, каким-то религиозным устоям. Народ, вызов, народ, который хочет уничтожить привычное состояние. Вы понимаете? Потом уже мы видим, что он пишет в указе, что истребить всех иудеев, но царю он этого не говорит. И там, конечно, есть несколько таких составных, и мы тоже их, может быть, сегодня коснемся, но сама идея, страх и ненависть. Посмотрите, у Амана не было вначале ненависти к Амар-Дыхаю. Все началось с того, что он отказался поклониться ему. И эта вражда стала личной. Эта вражда стала личной. И когда он сказал, что он иудеянин, и он не будет поклоняться, конечно, Аман навел свои справочки и понял, что это за народ. Он понял, что этот народ всегда держится обособленно, потому что Бог так сказал. Он сказал, не служи им богам, не ходи по другим заповедям. И он понял, что если он уничтожит Мор-Дыхая, то не изменится. На место Мор-Дыхая придет другой. Вспомним, Даниил, Сидрах, Мидрах, Абдинага. Он понимал, что нужно уничтожить весь народ. И это был страх. И это была ненависть, которая вошла в него. Понимаете? И это проклятие. И люди, не понимая, они становятся куклами в руках опытного кукловода, дьявола, который начинает управлять людьми, пытаясь изменить, изменить, внести свою тактику, изменить положение вещей. И мне очень нравятся слова Николая Бердяева, которые он написал в своей эссе «Христианство и антисемитизм». Есть что-то унизительное в том, что в страхе и ненависти к евреям их считают очень сильными, себя же очень слабыми, не способными выдержать свободной борьбы с евреями. Русские склоны были считать себя слабыми и бессилемыми в борьбе, когда за ними стояло огромное государство с войском, жандармерией и полицией. Евреев же считали очень сильными и непобедимыми в борьбе, когда они лишены были элементарных человеческих прав и преследовались. Еврейский погром не только греховен и бесчеловечен, но он есть показатель страшнейшей слабости и неспособности. В основе антисемитизма лежит бездарность. Заметьте, пожалуйста, какая тактика, какая удивительная простота. Они слабые, но мы их боимся. У нас есть армия, силы, жандармы. Мы загнали их в гетто, мы загнали их в местечки, мы лишили их права учиться, мы лишили права их детей становиться. Они должны ассимилироваться. Об этом мы поговорим дальше. Но сегодня мы их боимся. Их меньше, процентное соотношение меньше. Но мы смотрим на их жизнь, и это приводит нас в ужас. Почему? Потому что они успешны, потому что у них есть то, чего не хватает нам, они дружны, они имеют какие-то такие сферы влияния, куда мы не можем. И это вселяет страх. Гонимые вселяет страх. Я вспоминаю историю волжинских хасидов, которых загнали как раз в Пурим, в газовые камеры. Закрыли двери, и они начали там танцевать, петь и славить Бога. И нацисты стали просто... Что происходит? Как вы посмели? Мы вас убивать пришли. Что вы там делаете? Зашел офицер, говорит, что вы себе позволяете? Ведите себя хорошо. Закрыли двери, готовятся пустить газ, а те продолжают петь и славить Бога, и танцевать. Пурим! Нацистский офицер не понял. Он позвал начальника лагеря. И начальник лагеря смотрел в это и решил, завтра утром их казним. И этих ребят взяли из этой камеры и вывели. А ночью, по каким-то стечениям остались, начальника лагеря сняли. И увезли. И этот приказ не дошел до цели. И этих ребят перевели дальше, этих хасидов отправили дальше. А по пути их отбили партизаны, и они остались все живы. Вы понимаете? У них не было страха, они ломали шаблоны, потому что дьявол действовал страхом. И когда этот ломается шаблон страха, он не понимает, что происходит. Итак, смотрите, Писание говорит, 1 Иоанна 3,15, «Всякий ненавидящий брата своего есть человек-убийца». Ненавидящий брата своего. Тут не надо даже его убивать. Ненавидишь брата, ненавидишь другого еврея, ненавидишь другого азиата. Все. Ты человек-убийца. Страшно. А такие Царства Божьего не наследуют. Смотрим дальше. А обетование Аврааму, благословляющих тебя, что? Благословлю. А проклинающих тебя прокляну. Нет. Злословящих. Только даже ты только злословишь. Уже проклятие идет на тебя. Почему же это так важно? Потому что Писание говорит, что Захария 2, глава 8 стих. «Ибо так говорит Господь Циваот, Господь воинства». Заметьте, это написано в Писании. Господь воинств, главный полководец, тот, который стоит во главе битвы. «Для славы Он послал меня к народам, грабивших вас, ибо касающиеся вас касается зеницы ока его». А теперь возьмите и ткните в глаз соседа. Посмотрите на его реакцию. А теперь ткните в глаз Бога. Я представляю, что, знаете, это Писание, что страшно попасть в руки Бога живого, оно довольно актуально. и таким образом дьявол использует ненависть и страх против еврейского народа, чтобы таким образом уничтожить другие народы. Понимаете? Это активная тактика, извне направленная на то, чтобы остановить Божий народ на его похождение в призвании. Не только Божий народ Израиль, но и Божий народ Церковь. Это враг, который входит и причиняет вот это, он человеконенавистник и убийца братьев. И он стравливает один народ на другой народ. Он стравливает Церковь на Израиль. И это антисемитизм. Понимаете? Мы очень часто не понимаем, что вещи, которые происходят в физическом мире, влияют на нашу вечность. Если сегодня мы будем задумываться о вечности, я думаю, что многие проблемы не уйдут, потому что Писание говорит четко «Остановись на путях своих и исследуй, не на опасном ли ты пути». Мы подходим к ассимиляции. Если антисемитизм это внешняя форма, антисемитизм это форма, когда опасность приходит извне, и она уничтожает Израиль, и тем самым уничтожаются те, кто нападает на Израиль, то мы смотрим на ассимиляцию. Ассимиляция это социально-культурный процесс, в ходе которого евреи перестают идентифицировать себя как часть еврейской, этнической, культурной, религиозной общности. То есть идентификация. Я кто? Я человек, я мужчина, я отец трех у дочерей, но представьте, что я перестану и скажу я капуста или я медвежонок. Это сумасшествие. И происходит такой момент, что Бог называет вещи своими именами. Понимаете, и ассимиляция она уводит людей из того состояния и призвания, в котором они должны находиться. Помните, Писание говорит, Ребешауль говорит, призван евреем, не надо прятаться, призван неевреем, не надо становиться евреем. Будьте вместе, я из двух создал в самом себе одного нового человека, одно новое человечество в правильном переводе, и я глава над ним. Я являюсь главой этого образования, когда из двух одно, как Отец, Сын, Дух Святой, это Эхад, сложное единство, так и здесь евреи, неевреи, мужчины, женщины в спасении, во главе Машиях и одно тело. Понимаете? И он говорит, вы одно тело. И происходит так же само с Израилем. Израиль, вот эта идентификация, кто я такой, куда я иду, что мне делать, кто мой Бог, это то, что мы говорили в самом начале. И вот мы видим, мы видим, что дьявол пытается или внешне заглушить Израиль, или заглушить его изнутри. И она может быть, скажем, такого добровольного плана. И она может быть насильственной. И если мы посмотрим на добровольную, такую, как бы, не то, что добровольную, а такое согласие, я согласен стать частью этого мира, мы откроем книгу Есфирь, и мы видим там эти слова. Мы видим, что вторая глава, седьмой стих. Он же был воспитателем Гадасы, то есть Мардыхай, она же Есфирь. Ещё раз, он был воспитателем Гадасы, она же Есфирь. И всю книгу мы видим не имя книга Свиток Гадасы, мы читаем Свиток Есфирь, Свиток Естер. Я слышал множество таких красивых фраз, что же означает имя Есфирь, это звезда, это сокрытое, да, это тоже имеет место. Но давайте откройте просто еврейскую энциклопедию и посмотрите значение имени Есфирь. Вы будете приятно удивлены. Она означает буквально посвящённая богине Астарте, потому что имя богини Вабионской Астарте это было Эстер. Интересно? Ну, про Мардыхай, я думаю, вы сами найдёте, не буду искать. Хорошо. Смотрите. Он говорит дальше, вторая глава, десятый стих. Исказывала Есфирь ни на ороде своём, ни о родстве своём, потому что Мардыхай дал ей приказание, чтобы она не сказывала. Подождите. Я просто не могу понять. Смотрите, Даниил, книга, он был Валтасар вообще, но книга называется книга пророка Даниила. Гадаса, она же Есфирь, и книга называется Есфирь. И кажется ли вам, что это предупреждение нам, грядущим, о том, что и существует опасность ассимиляции, опасность выйти из состояния Божьего народа и войти в язычество? Почему? Потому что я имею такой вывод, ну, для меня это ясно, в Иерусалиме в это время возводили храм. Можно сказать, конечно, да, но тогда он остановлен, евреям запретили ехать, а почему раньше не уехали? Сколько вышло евреев из вавионского пленения? Куда делись, простите меня, эти пропавшие колена, которые сегодня упорно ищут, и каждый примеряет на себя пинжачок там какого-нибудь Ефрема или Нафанаила? Там куда они делись? Они растворились в языческой среде, они остались в вавионе. И мы больше не знаем, что с ними произошло. Но мы знаем судьбу тех, кто вышел, и мы знаем, что через них пришел Машиах, о котором мы говорили. И смотрите дальше. 1 Царств, 8 глава, 5 стих. И мы видим там историю, когда состарился пророк, да, Шмуэль, и что происходит? Народ говорит, ты состарился, а сыновья твои ходят не теми путями. И так поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. И вот это желание особенного, избранного, отделенного народа, потому что он народ святый, взятый в удел, он означает, что ты отделен, ты не принадлежишь этому миру, но ты можешь влиять на этот мир. Этот освященный, святой народ говорит, мы хотим быть как другие народы, нас устраивает вот это все, что вокруг творится, и мы хотим стать частью этого. Нам не нравится вот это, что происходит с нами, мы хотим быть как другие народы, и поэтому Мардыхай был известен у ворот. Он был известен у ворот, он имел какой-то статус, он имел определенную позицию, власти, и менять это на Иерусалим разрушенный. Да кому это надо? Я понимаю, что сейчас любители, знаете, вот те, кто просто обожествляет вот Мардыхая, других выключат компьютер или там выключат запись. Послушайте, Мардыхай изменился, с Мардыхаем произошел этот шув, поворот, шува, он понял, кто он такой, он остановился на пути своей ассимиляции и вызвал к Богу. Но вначале мы видим совсем другую картину. Кстати, Теодор Герцель был похожий на него. Того, кого называют отцом, основателем еврейского государства. Он был ассимиляантом, он был, как он называл себя, австриец и Моисеева закона. Но дело, когда в Париже взяли вот этого офицера, да, Боже, и когда его ложно обвинили, Бейлиса, дело Бейлиса, когда его обвинили ложно в предательстве, и когда, только потому, что он еврей, изменило мышление Теодора Герцеля. И, кстати, ему в дальнейшем помогал еще один человек по фамилии Хэршель, который являлся евреем, который не был евреем, но был христианином, и который видел, как Божий народ уходит из этого Божьего плана, который есть Бог, и он попытался помочь, и он помог Герцелю в том, что мы видим сегодня, еврейское государство, как как факт. Хорошо. И мы видим, что это добровольно, и мы видели много раз, и, конечно, я согласен с вами, что это антисемитизм порой рождает ассимиляцию, потому что люди хотят, люди хотят просто жить, люди специально оставляют свое еврейство, знаете, чтобы жить. Как говорил один, если ты называешь это избранием, избери кого-то другого. В книгах Шалом Алейхима, да, у тебя молочник говорил так. Но мы смотрим, что Бог не желает этого, Бог хочет, чтобы его народ, он был его народом, и поэтому он всегда говорит, Израиль, вернись ко мне. Итак, есть насильственная часть ассимиляции, и опять же, мы это встречаем в книге Даниила, о котором я уже упоминал, и сказал, первая глава с третьего стиха, и сказал царь Асфеназу, начальнику емнахов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского привел отроков, которых нет никакого телесного недостатка, красивых видов и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, смышленых и годных служить чертогах царских, чтобы научили их книгам и языку халдийскому. Привезли много отроков, а мы знаем историю Седраха, Медраха, Ниева. И остальные тоже исчезли. Это было насильственное, может, они и не хотели, но когда их вырвали из их среды, когда их вырвали из их родства, из их дома, из той веры, в которой они находились, у них был выбор или оставаться верным Богу, или соглашаться с тем, что им предложили. И если мы посмотрим в будущем, в будущем мы видим подобную тактику, тактику, которую использовали будущие цари, правители, враги Израиля. Например, скажем, сейчас, извините, пожалуйста, российский император Николай I, правда, еврейских детей, не кормил разносолами со своего стола. Он загонял их в армию на 25 лет. Понимаете, их брали еще маленькими детьми, когда они формировались как личности, и в них пытались насильственно вдолбать, втянуть, вставить вот эту идеологию, скажем, господствующей церкви, которая была далеко от того, что говорил Ишуа. Потому что Ишуа говорил о том, кто будет веровать, а не кого заставят веровать. И то же самое происходило с маранами, когда в свое время, в 1492 году их поставили перед выбором или умереть, уйти из Испании, умереть или креститься. И многих просто насильно крестили, насильно, и потом за ними следили, инквизиция была для этого создана. Они следили за этими евреями, чтобы потом предъявить им вину и казнить их. И мы видим, как переплетается ассимиляция и антисемитизм. И очень часто антисемитизм выходил из ассимиляции, а ассимиляция становилась по причине антисемитизма. Мы видим, как эта тактика врага переплеталась, и многие христиане были увлечены, они были опьянены, они следовали, делали это. Многие христиане, я говорю, это с ужасом, они были больны этим, и они считали, что это нормально. Многие евреи оставляли свое призвание и становились великими русскими писателями, великими французскими драматургами, великими американскими кинопродюсерами. Но Бог сказал, я хочу, чтобы вы были народом, священником. Взятым в удел, потому что есть план Божий. Из двух одно. Из двух одно. И когда придет время, помните, еще он должен вернуться, но это не вернется, пока весь Израиль не скажет Баруха Бабишема Дунай, благословен грядущий во имя Господне. У Израиля есть план приносить соль, цвет, вкус в этот мир, в Церковь Божью. И поэтому у дьявола есть стратегия, у него есть тактика уничтожить Израиль как народ, поставить церковь в положение ненависти, поставить братьев в положение вражды. Вот это, о чем я сегодня хотел сказать. Это тактика врага, это две крайности, которые приводят к общему знаменателю, имя которому смерть. и сегодня как верующие люди мы должны подумать об этом. Знаете, мне очень часто говорят, ой, я смотрел такой, вы знаете, в Ютубе такой интересный этот, знаете, что было золото вообще? Еврейское, Гитлер к власти, евреи привели. И я сижу, я говорю, ребят, а вы изучали вообще историю? Да зачем там такие ребята классные, они так хорошо все рассказывали? Или, ой, а вы знаете, никакого холкоста это не было на самом деле, ну что ж там это, вы понимаете, 6 миллионов убиты, это ерунда, это обман, они просто хотят развести мир на деньги. И ты говоришь, послушай, а ты в Иисуса вообще-то веришь? Верю, а ты знаешь, что он еврейский мессия? Нет, нет, он не еврейский мессия, он спаситель всего человечества. Ну прости меня, пожалуйста, он-то родился не в Конотопе и даже не в Жмеринке, он родился в Назарете. Хорошо, я подхожу к итогу. Основная задача, моя задача была не в том, чтобы нагрузить вас фактами, моя основная была задача помочь вам увидеть саму картину и подтолкнуть вас к своему исследованию. Вы должны исследовать все, что я говорю вам, не просто принимать это, а исследовать, просмотреть места писания, которые я поцитировал, изучить какие-то исторические факты, посмотреть, действительно ли то, что я говорю, соответствует истине, потому что это важно, потому что это поможет вам, в вашем ежедневном хождении с Богом. Смотрите, когда мы понимаем тактику и стратегию врага, мы можем победить. Когда мы понимаем, что он замыслил, мы можем опередить его. Господь говорит во Второзаконии, 30 глава, 19 стих, «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие». И Бог просит, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Бог сегодня говорит, посмотри на чьей ты стороне, где ты, не являешься ли ты крестоносом, убивающим моих детей, не являешься ли ты тем евреем, который отступил от своего народа, от своего призвания и увлечен миром этим, увлечен какими-то другими делами, но тем призванием, которое у тебя есть. Быть священником для твоих друзей, быть священником для Церкви Божьей, для народов. Иисус сказал, Иоанна 8, глава 31 стиха, «Ешуа сказал к уверовавшим в Него Игудим, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истинно сделает вас свободными, если прибудете в Слове Моем». Я прошу вас сегодня, изучайте Слово Божье, изучайте то Слово, которое дал Бог Авраама, Ицхака и Якова, который называет себя Богом Израиля. Изучайте Новый Завет, который дал Машиех Израиля, Спаситель всего человечества. Изучайте Слово Божье, потому что вы привиты к этой маслине, и вы стали частью обетования из Заветов Божьих. И смотрите, последнее местописание, и мы завершим. Так говорит Господь, Иеремия 6, глава 16 стих, «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где будь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Это говорит Господь. Многие используют этот стих, говоря о реавидеизации христианства, говоря о том, что нам нужно возвращаться к еврейским корням нашей веры. И я согласен с ними, что есть действительно Божьи корни еврейской веры. Те слова, которые Бог сказал, Он сказал к иудеям и к эленам, которые стали одним народом через веру в Ешуа. Он сказал тем, кого Он объединил в общине Божьей, эти живые камни, из которых устрояется храм. Он сказал это к нам, верующим людям. Остановитесь на путях ваших. Остановитесь на путях смерти. Остановитесь на путях теологии. Остановитесь на путях глупых изречений. И посмотрите, не на опасно ли вы пути. И если вы увидите, что это так, возвращайтесь назад. Слово «чува» — это не просто как покаяние. Я покаялся, извините, больше не буду. Вернитесь назад. И это путь вперед. Наше покаяние — это не возвращение назад, это путь вперед к Богу, к тем высшим почестям о Христе Иисусе. Забывая заднее, простираясь вперед. Пусть Господь, Бог Авраам, Ицхака, Якова благословит нас. Я надеюсь, что еще у нас будет возможность поговорить об этих вещах более детально, потому что каждая из этих тем, антисемитизм, ассимиляция, Божье призвание, Божьи цели, Божьи стратегии, тактики, они многогранны. И мы можем много времени посвятить изучению им, чтобы снарядиться для пути, для нашего сражения, для нашего следования за Господом Ищуа, Царя Израиля. Амин. Шо вам, дорогие. Редактор субтитров А.Семкин